Всем привет! Вы на канале 30+. Я Алена, медицинский психолог, нутрициолог. Сегодня мы с вами говорим про то, как действительно добиваться взаимности и получать самые счастливые отношения. Очень многие сталкиваются с тем, что взаимность, но отношения какие-то не такие. Когда вы влюблены в человека, но развитие ваших отношений не происходит должным образом, то вы можете испытывать дискомфорт. И когда вы уверены в том, что называется взаимность, вы можете совершить действительно ряд ошибок, которые отпугнут вашего партнера. И в этот момент все еще и усложняется. Почему? Обычно, когда есть стадия, что люди запускают такие самые-самые важные простые ошибки, либо совсем не показывают свои чувства, либо их чрезмерно как-то продуцируют из-за заниженной самооценки, неуверенности в том, что их смогут принять, выбрать. Либо они, наоборот, слишком торопят какие-то события от переизбытка собственного дофамина. И тут начинается напор, выражается он в навязчивых действиях. И очень-очень много вопросов, которые связаны с каким-то обескуражением, каким-то смущением, с каким-то дистанцированием и с какими-либо ошибками. Иногда у нас возникает стыд, страх невзаимности, и мы думаем, что что-то все вообще быстро закончится. Как же избежать вот таких ошибок и как добиться взаимности? Напоминаю, для того, чтобы чего-то добиться, очень важно научиться формировать в себе лично чувство уверенности. Какой бы вы ни были, кривой, косой, умный, глупый, не важно. Очень важно формировать в себе чувство уверенности и веры, и главное, непоколебимого знания в том, что уже вы есть и взаимность возможна. Если вы убедите себя в том, что вы можете взрастить в себе это чувство, то все будет хорошо. Больше ничего не нужно, потому что чувство даст вам ощущение силы и спокойствия, действительно ровную уверенность в себе. Если возникает что-то само собой, то вы сами часто можете найти такой момент, как подтверждение своей интуиции. И другой момент природы чувства заключается в том, что ваша интуиция действительно подсказывает вам некоторые моменты, которые формируют нейронные связи. На основе уникального набора ваших потребностей, лично ваших, действительно создаются новые нейронные связи. И эта подсказка бывает о том, что человек вам подходит или не подходит. Если действительно взаимности не возникает, то либо ваши потребности исходили откуда-то не оттуда, не из здоровой истории, а из какой-то невротической истории. Либо вы попали в какой-то любовный сценарий, и вы как-то поменяли свой образ жизни совершенно не в ту сторону. В обоих случаях именно вот эта вот ответственность внутренняя и отсутствие взаимности, оно играет в вашу сторону. Почему? Потому что когда вы хотите, чтобы человек действительно вас полюбил, очень важно отслеживать, почему вы этого хотите. Почему? Для чего вам эта любовь? Что дальше будет? Что будет происходить? Для чего? И когда вы понимаете, когда у вас нет оценки себя категоричной, то все меняется, и у вас все получается. Пишите, пытались ли вы добиться взаимности, и что у вас выходило.